друзья всем привет сегодняшнее видео хочу посвятить выбору автозапчастей на ваш ну по крайней мере на мой автомобиль niva у меня время подходит замене шаровых рулевых тяг на заводских я ну про проездил около 50 тысяч километров не просто по асфальту проездил принципе по бездорожью заводские автозапчасти показывают очень хороший результат но груб пришло время замене и начал задумываться а какого производителя поставить мне много пишут как много в сми говорят в газетах пишут то что очень много подделки очень много китая металл сырой ставишь запчасти выходят быстро вот кто-то делает некачественно кто-то делает там с плохого металла и т.д. и т.п. ну сами все прекрасно вы знаете да у меня были первые автомобили это классика там таврия была у меня пятерка я помню у отца было и тогда но это было не знаю лет 30 назад мозг может быть была популярная такая производитель фирма трек кто помнит может быть знает и они производили усиленные шаровые вот короче я связался с этими производителями пообщался глючо как живы здоровы они со мной в принципе пообщались я говорю я вот виду канал хочу рассказать еще производить 50 тысяч проездить на хороших качественных автозапчастях так вот сегодня пойдет речь про компанию трек которая находится у нас в россии у ней свое производство производство не китай делают все сами и заказал я у них хочу перебрать полностью перед шаровые там тяги из серии трс серии трс это они делали для спортивных для они в которых катается по бездорожью то есть в основном то что мне и нужно и у них идут колпачки защитные не резиновые не силиконовые а именно идут с полиуретановые какие-то там колпачки которые выдерживают очень сильную нагрузку в принципе на этом я видео хотел закончить то есть приехать в сервис все это установить вам показать но когда мне пришел товар когда я открыл коробочки взял их в руки увидел картинку увидел качество данной продукции я решил записать видео больше больше с ними познакомиться и так открываем коробочку тут идет сразу гарантийный талон идет аннотация товара по крайней мере даже если вы не будете заказывать вы придете свой магазин например поискать запчасти фирмы трек именно трс это выглядит вот так потому что это мне прислал именно производитель посмотрите какие запчасти они производят переместился я домой потому что на морозе руки замерзли покажу вам то что я заказал то что мне прислал производитель просто говорю ну на самом деле это реально заслуживает уважения к этой продукции вот посмотрите как сделано качественно такую продукцию приятно держать в руках такой вот пыльничек видна смазка то есть там находится смазочка он на все есть вот такой наконечник также находится наконечники с тягой тоже есть их не клеймо вот внешне смотрится очень достойно продукция наша которая производится в российской федерации также тут идут метизы то есть вся продукция серии трс идет вот такой с такими метизами то есть все уже идет в комплекте гаечки и как производители заявляют то что это не китай то что это хорошего качества идет металл не какая-то сыромятина а все достойно но и длинная тяга для того чтобы правильно рассказать про продукцию компании трек я с youtube канала взял видео где они подробно рассказывают про шаровые про реактивные тяги комплект тягу левой трапеции серии трс что у него входит в него входят два наружных наконечника далее входят два внутренних наконечника и непосредственно средняя тяга также в этот комплект входят метизы то есть это гайки со шпинтами и скрутки усиленные скрутки то есть они изготовлены из шестигранника соответственно у них исключено возможность загибания то есть что происходит со скрутками которые штампованные которые комплектуются обычные все рулевые наконечники тяги они во время эксплуатации могут могут согнуться вот в этом месте соответственно со скрутками шестигранника такая вероятность полностью исключена вот шаровые пальцы рулевых наконечников серии трс покрыты антикоррозионным покрытием то есть это покрытие предохраняет от от ржавчины шаровый палец и соответственно при демонтаже этих изделий оно исключает того что шаровый палец прикипит к поворотным кулакам представляю вам вторую коробочку россия челябинская область миас это все производится у нас в россии так пыльники в пыльниках уже идет смазка скрывать не буду потому что я пыльники менял недавно и на данный момент ставить их не будут но самое интересное смазка уже идет потому что я когда недавно менял искал отдельно и покупал еще отдельно смазку вот таких вот два пыльника так здесь у нас шаровые как я понял также идет гарантийный талон описание трс то есть это для спортивных но для него на для бездорожья непосредственно у них как я смотрел у них тоже и они ведут youtube канал и написано что чтобы выдернуть шар оттуда около 10 тонн нагрузка нужна вы как видите что цельный металл то есть нету никаких завальцовок здесь то есть все идет цельно также идет прозрачный чехольчик наблюдается смазочка там здесь тоже смотрите трс все достойно все красиво так смотрите тут и вот метизы в комплекте идут сразу новые метизы не нужно будет искать или ставить старые болты все идет комплекте серия трс была разработана по заказу нашей спортивной команды в свое время и нашла очень широкое распространение в на вторичном рынке то есть для для автомобилистов которые увлекаются спортом для автомобилистов которые очень много ездят по бездорожью эти шаровые опоры они используются выпускаются для автомобилей как копейка заднеприводная копейка семерка так и для автомобилей него по 2009 года потом автомобили него после 2009 года где две верхних идет пейки 2 нижних от шеви не вы также есть серия трс для автомобилей шеви него где все четыре шаровых идут от chevrolet него основное отличие шаров шарниров серии трс это то что корпус он у них цель накованной то есть здесь нет ни заказа закатанного донышко значит второе то что здесь используется запорное кольцо закаленное которое обеспечивает очень высокие силы вырва до 10 тонн эти изделия держат на выров значит также на этих шарнирах палец имеет антикоррозионное покрытие износостойкая чехол изготовлен из термопластичного полиуретана это не силикон обращаю ваше внимание термопластичный полиуретан он по своим свойствам значительно превосходит как силикон так и резину по механическим свойствам это и сила которая требуется для разрыва этого материала так и по своим эксплуатационным свойствам то есть этот материал он держит температуру до минус 70 градусов по цельсию все изделия серии трс они комплектуются метизами как которые имеют класс прочности 10 9 который выбит на головке болта производитель метизов находится у нас в россии это не китайские изделия поэтому вопрос по прочности метизов зависит только от того какой инструмент используется при затяжке потому что при установке этих изделий есть обязательные требования по моментам затяжки изделий которые нельзя нарушать то есть тянуть со всей силы с ломиком метизы совершенно ни к чему распаковка еще одной коробочке это у нас получается штанги задние комплект штанг задних подвески в этой коробочке у нас лежат тяги тоже из серии трс почему трс я думаю что если посмотреть здесь обварен шов но это я так думаю как на самом деле не знаю потому что если брать заводские тяги у них такой обварки нету они как бы клепаны здесь я думаю за счет того что обварено мягенькие втулочки вот ну и так же такая тяга тоже большее количество обварено вот поэтому хочется конечно чтобы все это служило долго как и говорил ранее если все это будет работать неправильно или плохого качества то я об этом скажу на данный момент вся продукция трек мне по душе мне на очень нравится вид нашей продукции это штанги задней подвески серии классика и серии трс эти серии между собой отличается тем что на серии классика используется втулки из амортизационной резины на штангах серии трс используется полиуретан полиуретан он более жесткий машина становится на полиуретане собране но резина тем не менее полностью отвечает требованиям завода-изготовителя и соответственно эти изделия они также хорошо работают на подвеске автомобиля значит какие основные отличия этих изделий верхние продольные штанги которые воспринимают на себя большую нагрузку они изготовлены из цельного прутка то есть многие производители сейчас они вместо вот этого прутка калиброванного с диаметром 16 миллиметров они ставят сюда трубку штанга вроде как и легче но тем не менее они рвутся в этих местах у нас на предприятии ставится настоящий пруток что на серии то есть что на серии классика то есть на серии классика также здесь установлен пруток труба у нас идет бесшовная холодно тянутая что тоже является показателем высокой прочности этих изделий вот эти проушины они также изготовлены из толстого металла здесь толщина наверно 3,2 миллиметра то есть толщина вот этих проушин составляет этот материал металл соответствует требованиям конструкторской документации также эти проушины изготавливаются из холодно катаной бесшовной трубы эти изделия также проходят испытания у нас лаборатории испытаний то есть они должны выдерживать определенное значение на разрыв на разрывные нагрузки все протоколы испытаний у нас имеются они все подшиваются и эти изделия проходят периодическое испытание и испытание также есть различные варианты комплектации этих штанг то есть они можно купить как комплектом полностью то есть поперечную штангу и 4 продольных штанги так можно и купить по как типа одной штанге так и по 2 шамки различные варианты комплектации давайте вскроем один пыльник шруса посмотреть потрогать но и самое главное будут внутри а здесь даже 4 пакетика смазки не один а 4 сам пыльник на ощупь приятный такой уже хомутики стоят правильные как на на заводе я вот себе повторюсь покупал желтого цвета и приходилось нам дополнительно покупать вот эти хомуты то есть сам по себе он что-то стоил 450 рублей но это я в магазине в другом покупал и потом отдельно это покупал и отдельно покупал смазку а здесь уже все ребят в комплекте идет то есть ребята подходят молодцы хорошо своей продукции к покупателям самое главное относится с уважением я считаю очень давно это компания находится на рынке вот раньше было очень сильно у всех на слуху но потом 4 и мне было не интересно не касался вот на данный момент да вот я видите с ними связался и решил поставить себе продукцию от компании трек надеюсь что будет служить мне долго качество надеюсь тоже не подведет шаровые надеюсь что все будет работать хорошо влага не будет попадать за счет того что пыльники у них хорошие и с колечком самое главное у них запас прочности поставим покатаемся посмотрим ребятам еще позвоню попрошу чтобы они сняли видео их него производства ну просто интересно посмотреть какое производство большое у них там сколько людей работают как все это производится чтобы убедиться что это собирает не в китае как многие вы знаете у нас все в основном собирается в китае но ребята меня заверили что это чисто наше челябинское производство вот можно к ним зайти на сайт посмотреть там не только серии трс есть но и другие там на классике помните синие синие коробочки все это есть у них на сайте но по сути почему я эту взял продукцию там цена не сильно отличается от стандартных так сказать шаровых не сильно отличается лучше конечно чуть-чуть переплатить но взять уже с хорошим запасом прочности вот эту вот продукцию в этом видео я вам расскажу о защитных чехлах шарнира равных угловых скоростей производство объединения трек выпускает два вида защитных чехлов это серия чемпион и это чехлы серии трс то есть все чехлы комплектуются у нас необходимым количеством смазки то есть специальная смазка для чехлов для шрусов непосредственно и комплектуется хомутами то есть чем отличается серия трс и серия чемпион серии трс защитные чехлы изготовлены тоже из термопластичного полиуретана что серия чемпион также изготовлены из термопластичного полиуретана у нас непосредственно предприятий но серия трс имеет хомуты производства немецкой фирмы ойтикер они изготовлены из нержавеющей стали очень высококачественные хомуты серия чемпион имеет обычные хомуты ну то что ставится на заводе изготовители то есть под специальные ножницы и под специальный размер она защелкивается значит смазка для чехлов шрус приложена в необходимом количестве чехлы изготовлены из полиуретана они имеют очень высокие имеют очень высокую морозостойкость то есть они очень хорошо себя показали на севере очень хороший объем продаж туда пошли потому что люди уже знают что не надо после каждого мороза менять чехлы шрус потому что трековские чехлы они очень хорошо выдерживают мороз потом они очень стойки к порезам различным проколом веток ветками всякими то есть потому что полиуретан он намного прочнее резины то есть ну грубо говоря у резины прочность на растяжение идет порядка 6-7 мегапаскалей у полиуретана она идет порядка 30 мегапаскалей то есть видно сразу что полиуретана намного прочнее резины производство дне трек выпускает защитные чехлы для шаровых шарниров для рулевых наконечников и для стоек стабилизаторов защитные чехлы производства объединения трек производят своими силами на термопласт автоматах они изготавливаются из термопластичного полиуретана термопластичный полиуретан имеет очень высокую морозостойкость он очень стоит к истиранию и поэтому чехлы эти очень долго служат то есть во время работы шарнирное соединение шарный палец он вращается в чехле получается вот здесь вот и происходит износ резиновые чехлы очень быстро изнашивается и туда начинает проходить влага соответственно термопластичный полиуретан он намного больше стоит к истиранию ну вот примеры чехлов то есть вот этот чехол установлен на шаровом шарнире с двумя кольцами запорными вот на шаровом шарнире допустим для автомобиля шевроле него тоже защитный чехол стоит и они себя очень хорошо показывают во время эксплуатации друзья сейчас мы едем в автосервис 56 где я всегда обслуживаю свой автомобиль официалом а сейчас перестал ездить уже у меня около 50 тысяч пробега поэтому у нас есть наподобие клубного сервиса который называется автосервис 56 я приехал я в автосервис 56 как я говорил к александру где я всегда обслуживаю свой автомобиль он мне и лифт делал полностью вот сейчас я достал с багажника продукцию трек александр посмотри я думаю ты же часто меняешь и просто интересно вот твои взгляды посмотреть что такой продукт вообще устанавливал такую нет такого не было ничего просто я гривот в руки взял и просто приятно держать она даже тяжело на нас металла самое главное понимаешь это не китай а у нас в российское производство заявляет что как бы еще самое главное все серии трс якобы для спортивных и для безоружья вот для них они как бы делают пыльники хорошие пыльники вроде как смотрел с полиуретана до минус счет 70 на разрыв они идут хорошо и палец идет вешен оцинкованный да не будет прикисать при ржаве вот и смотри здесь тоже все болты помните зайдут ну и что-то как внешне думаешь внешне хорошо выглядит думаю будут ходить да но мы как говорится за честный обзор если через месяц за за скрипят мы естественно кажемся да мы про это скажем и покажем ну они даже с кого-то поставим и смотри вот здесь вот тяги еще давай сразу тоже серия ну да в принципе да тоже здесь вот эти вот вот это вот гораздо лучше чем вот родные не русские с прорезью здесь если сейчас вот все смазать нормально она не будет потом закисать так что три развали потом все это греть нам и мелкая резьба и мелкая резьба до точность регулировки будет гораздо лучше и вот сами вот эти вот втулки они лучше чем заводские вот эти хомуты прорезаны там все равно в эту прорезь она и грязь и лезет и все соответственно все со временем ржавеет я слушаю вот то что вот эти вот кольца стоят от живете влага не будет падать но это дает вот они палец обжимают тоже такие пластиковые палец обжимают и все и влага не падала года не будет заходить туда потому что у меня на заводских там же просто эти резина там резина и со временем туда влага на некоторых есть как он там железное колечко но да и она это тоже здесь вот она то что эластичный причем постоянно будет давить и ну да но внешне так пока пока нравится как красиво за мне тоже говорится вот так что установим но и здесь как бы тоже серия трс но я думаю то что серия трс то что вот здесь вот обварена наверно потому что заводские они идут клёпаные да да и соленблоки полиуретан вот по поводу как ходить будет лучше и резина или полиуретан тоже много споров было вот поэтому вот эти поставим тоже покатаемся и честный обзор на тягах полиуретан нормально работать на рычагах он плохо работает на переднюю себя на тяге все хорошо полиуретан работает понятно мы все устанавливаем да ребят приезжайся к александру автосервис 56 все телефоны указаны адрес какой у тебя степан разве 207-41 звоните записывать и приезжайте обслуживаете здесь не только можно вообще какие виды работы производить все кроме кузовного какие автомобили абсолютно пока нет специфики на какой-то определенные делаем все и двигать движки я знаю и делаем коробки раздатки мосты не только механические но и автоматические да но автоматы больше япония больше япония но ясно все ребята приезжаем а мы приступаем к установке как вот вам и показывал то что вот серия это реезда от конторы трек это вот заводские они идут у меня одно время вот эта штука вылетела клепка оторвалась и вылетела и мост ушел и когда на вылетел на шрусах меня тоже видео есть в принципе чем отличается просто проварено дополнительно более крепкие получаются и в тут здесь резина здесь наверно полиуретан просто я точно не знаю что ли за состав но я думаю что это полиуретановый вот по размерам все подходят не больше не меньше единственно что и как и сказал здесь обварено не будет не произойдет то что как у меня оторвалась танки задней трапеции заменили теперь у нас будут красного цвета они черного здесь уже как новый год да здесь тоже кардан желтый но все начинаю работу с передней подвеской покажем пример смотрите этот заводская то есть вот как автомобиль купил заводов этот идет но регулировка немножко посложнее вот этот от фирмы трек вот про чё я говорю вот вот эти вот она это пора резаны тут все это я забиваю за грязью все это ржавеет и потом при регулировке все это часто приходится менять их приходит а здесь уже как на иномарке здесь зажал все она зажмется то есть но смазали все зажмется ничего туда ни влага ни грязь не попадет и любой момент раскрутил и отрегулировал мы специально сняли целиком да для чего для легкости регулировки сейчас выставим ну примерно размер да да вот у них есть 3d стенд можно приехать также отрегулировать сход развала да они эти вот они отсюда завальцованы идут да и вот разница заводские они завальцованы отсюда вставлен завальцованы а здесь цельный идет цельный и отсюда вальцовка думаем будет ну да и все равно даже посмотреть да как бы ну приятнее трековские красные спортивная серия трс да но посмотрим как будет все это служить и работать скажи вот у меня автомобиль восемнадцатого года у меня уже идет тебя полностью подвеска все рычаги полностью шевроле него стоят на простой ниве у них вот этот рычаг ну нижний рычаг он другой там все друг там и соленблоки другие стоят это уже шевролевский и на шевролевских рычагах на шевролевской подвески уже стоят всегда шаровые со смещением то есть но они нижние она смещена весна она и вот визуально их видно то есть вот здесь центр шаровой вот она ну между болтов а здесь вот насколько смещен а на старых нивах на ногу у кого еще предыдущие подвину обычная не узлы подвеска у них они одинаково то есть вот этот ну центр шаровой расположен одинаково и то есть ну сюда от обычной не вы шару вы уже не поставишь поставить поставишь прикрутить прикрутишь но никогда развал не до колеса упадут просто все разбегается да ничего там ну люди делают ошибки ну да вот меня в группе часы так и было я выложил и так и написали не знаю не знаю какая подвеска стоит покупают там шаровые обычная подвеска уже шевролевской стоит все и уже начинаются собирают а потом втыкаются чтобы колеса всем разбить ну да и подшипники у меня уже стоят нерегулируемые то есть вот купил как один раз завода за затянули и все на этом по пока не не загудят их метри трогать не надо да но все посева понятно будет но отличаются вот они покажешь то что у кого подшипники уже такие стоят диски тормозные уже но конечно же прикручены то есть на у кого подшипники обычные конусные стоят у них диск тормозной сзади ступицы прикручены вставляется а здесь уже они упростили все то здесь чтоб суп диск тормозной поменять суппорт снял вот два болта открутил и снял на ступицу разбирать как это было раньше понятно но ясно чуть-чуть получше сделать ну да вот мы уже верхней наживили установили сейчас вот нижние снимем и доделаем рулевую тоже уже поставили сейчас вам рулевую покажу поставили на рулевую вот поставили примерный размер оставили такой же то есть это выглядит вот так ведь смазочках то есть при прижалась и смазочку уже на шар давит вот примерно так это выглядит стояние вот 48 тысяч на них проекта завод но они еще пальцы еще не болтают но очень мягенькие такие это нижняя верхнюю верхнюю сама тоже свободно болтают ну как бы еще не палец а мне болтается но уже на грани жесткого надо резина чё нас резину ну трескает потрескалась но все равно то что завода мне кажется более-менее качественное да а то что если купишь где-то другое там уже живут им пыльный отрезку но если не на той стороне менял пыльники на это что они пока нет еще не лопнули и вот прочё пальцы ведь он ржавый да а вот на и даже что они воде здесь нету даже что он внутри там сошкин вот он ржавеет она тех они уже там оцинковым или не имеют дрова вообще там вон вода с ней вот пожалуйста 48 тысяч заводская шаровая стучит видно видно что и вода выходит и поэтому когда мороз лед лед там начинает дали вот и все на этом разобрал заводская пыльный кто поменял смотрите там внутри вода видеть то есть другой стороны силиконовые пыльники тоже говно получается они жесткие вот видите вода попала мороз и кирдекс короче нижняя заводская пыльник заводской смотрите вот роль выкручиваешь видите щель получается то есть зазор там попадает влага прочего я говорил что пыльники должны быть с пружинкой сверху то есть кольцом как у ребят стрека здесь такого нет беру все шаровые у меня принципе всем кирды но по крайней мере пыльник здесь хоть заводской 48 тысяч пробега и все за счет того что попадает туда влага все выходит пять раз быстрее александр потом мы с тобой сделаем развор схождения до стенд у тебя вроде современный на тот момент когда мы в октябре ставили до сентябре на тот момент он про мне такой самый более-менее современный но от ли вы покупали все да здесь удобно то что приедешь можно и сразу сделать ремонт и сразу александра 4 подъемника наверху есть комната где можно отдыха до для клиентов попить чайка телевизор чай кофе машину уже собрали про пыльники шоу сразу хочу сказать когда мы делали лифт я покупил пыльник шоссах но в магазине желтого цвета и участвовал смотреть тот который покупал из городе пыльник он короче посадочная короче вот эти уже ну естественно не буду сейчас те снимать эти одевать эти вот фирмы трек мне прислали вот они тоже два штуки у этих пас нам намного шире то есть он одевается впритык и зажимается вот уже идут совершенно другие хомуты то есть все надежно мы отсюда хомут сняли отделе на тот который желтого цвета покупал здесь в городе и 10 комплекте вот или смотреть у него идет 4 пакетика смазки вот такой то есть если покупать трековский пыльник шруса в нем уже идет 4 смазки идет по нормальным размерам только надевается хорошо идут уже хомуты нормальные здесь если кому нужны переходите в описании будут официальные ссылки где можно купить продукцию именно компания трек у нас последний этап делаем развал вешаем компьютер на колеса да и посмотрим как мы сильно ушли не ушли но дело в том что мы примерно выставили поставили сейчас уже конкретно поправим все все ребята еду домой сделали развал там у нас проблемка одна образовалась короче правое колесо ушло изначально делал развал месяца два назад и машина вправо тянуло начали здесь смотреть колесо ушло давай убирать шайбы шайбы убрали начали пол закручивать резьба стала прокручиваться пришлось убирать гайку спиливать поставили новый голд два новых болта поставили все добились стопроцентного результата то что мы хотели вот на данный момент еду руль прямо стоит сами видите по поводу того что установил новые шаровые установил новые рулевые тяги до разница есть а тех у меня болталась оказывается но уже привык ездить а вот сейчас просто поставили все новое да более ну вот прям красота ничего никуда нигде не стучит на тех вроде ездил казалось что нормально единственное в зимний период когда мороз замерзала вода видна там и замерзала этот стуки такие появлялись услышно было что именно вот в мороз что именно вот замерзла что-то там жидкость какая-то как видели что все-таки пыльники пропускают влагу и свое время нужно их менять иначе получается такая проблема но продукции трек я доволен сами видели что качество хорошее конечно хотелось бы чтобы она прослужила минимум 50 тысяч километров до а более возможно и более хочется конечно но надеемся надеемся что ребята добросовестно относится к своей работе и производят отличные запчасти для нас чтобы мы ездили и радовались как говорится поэтому ссылочки на официальные магазины партнера магазина я оставлю в описании под видео оставлю в первом комментарии под этим видео то есть переходите кому нужно заказывайте продукцию трек можно заказать серии трес как я для спорта она как бы спорт и для внедорожек более более как-то там усиленное все это можно заказать обычные синие коробки но переходите к нам на на сайт или на их магазины и заказывайте покупайте друзья для того чтобы пообщаться со мной в телеграм-канале открываем браузер набираем niva 007 в поисковике выходит как видите в контакте youtube мой вот он телеграм-канал нажимаем переходим мой в телеграм-канал как видите есть там видео прокомментировать пишем или оставляем голосовые сообщения в этой группе нас уже много обсуждаем разные темы и 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА